Политика – это психиатрия, это желтый дом. Я могу вам сказать, что Такаеву на Западе верят в 10 раз больше, чем в Казахстане. Правда и любовь одержат победу над ложью и ненавистью. Каждый вот такой деструктивный, некрофильный политик, как, например, Азиман или Путин, они уничтожают систему, которая их создала. Кто с мечом пришел, тот от меча и погибнет. Мы хотим решать свою судьбу или мы хотим, чтобы за нас эту судьбу решали наши соседи? Добрый день, с вами Дергачев Инсайт. Джамиля, добрый день, большое спасибо, что с нами согласились побеседовать. Джамиля Стехликова. Здравствуйте, привет. Привет. Приятно вас приветствовать в Алматы. А в доме на Борибаево, 36, и на выставке Сауле Сулейменовой на фоне самой значимой работы этой выставки, которой мы сидим. Давайте сразу, потому что такой контекст уже у нас задан, мы от него уже никуда не уйдем, не отвертимся, давайте сразу с политики начнем. Можно? С чего угодно. Да. Всегда вернемся в одно и то же. Да. Вот давайте действительно начнем с политики, потому что на самом деле политика для Казахстана вещь вполне экзотичная, экзотическая была буквально еще полгода назад. Я бы вообще, говоря о политике всерьез, еще в декабре месяце прошлого года разговаривать бы не стал. А сейчас не только стал, сейчас мы просто ее ощущаем на своей шкуре и ощущаем ее очень подробно и каждый день. То есть все, что с нами происходит, это и кровавый январь, это и 24 февраля, и то, что мы сейчас ежедневно находимся в информационном поле северного соседа, и Казахстан на самом деле, если так всерьез говорить, ничего ему не противопоставляет. Но очень хочется верить, что уже в этом году возможны политические партии в Казахстане, настоящие политические партии. Вот у вас есть опыт как минимум в двух политических партиях присутствия. То есть это партия зеленых и вторая либерально-экологическая. Я ничего не перепутал. Да. Вот что такое, на ваш взгляд, политическая партия в Казахстане, которая бы на что-то влияла? И возможно ли она сейчас? Не только возможно или возможны в множественном числе, но совершенно необходимы. Пока не возникнут политические партии, которые будут конкурировать и представлять собой голоса разных групп общества, не начнется политика. Вы сами говорите, политика была для Казахстана экзотик. Это была имитация. Собственно говоря, это была фасадная, так называемая, демократия, когда мы делали вид, что мы нормальная страна, у нас даже выбор, у нас даже парламент и так далее, и президент, естественно. Но не было вот этого движения энергии, когда энергия попадала от народа какими-то передвижными механизмами в принятии решения. Сейчас пока, если мы не научимся, не создадим политические партии, если они не возникнут как бы снизу и не возьмут хотя бы часть власти в свои руки, пусть в оппозиции, нас снесет, потому что движение вокруг нас так интенсивно, с севера, я бы сказала, и юг тоже не спит, что действительно вот субъектность Казахстана без политической партии не состоится. А если она не состоится, то нас в мясорубке истории так вот перемелет, перемелет, и получится вот этот фарш, который мы видим за собой, и мы станем только вот носителями мыслей, движений и идей кого-то рядом, каких-то соседей. Я хочу вас спросить, мы хотим решать свою судьбу или мы хотим, чтобы за нас эту судьбу решали наши соседи? Я думаю, каждый казах, каждый казахстанец ответит, нет, я хочу сам включиться в решение своей судьбы, и поэтому я призываю всех казахстанцев вступать в политические партии, потому что это не модно, политика она грязна, она испачкана кровью, и вот мы вообще с политикой ничего не имеем общего. Но если каждый из нас либо не вступит сам в партию, либо не поддержит какую-то партию, не обязательно быть там избранным и агитировать на площадях, но достаточно иметь свою точку зрения, поддерживать какую-то партию и идти к выборам, и мы победим. Вот у нас экологическое движение, в том числе «Защитим Кок Джай Ляо», то есть, на мой взгляд, это прообраз как раз возможной политической партии будущего, то есть возможных партий. Не обязательно это движение, но вот на экологии что-то произошло, вот что-то произошло, когда люди вдруг действительно захотели всерьез что-то защитить, защитить наши горы, защитить от застройки, то есть урочище это. И вообще говоря, вот люди осознавать себя как сообщество начали именно от экологии. Вот это, с одной стороны, как-то выглядит немножко, вроде бы случайно, но с другой стороны, наверное, нет. Вот вы, как человек, который связан с экологической темой, то есть как вы можете прокомментировать, насколько вообще говоря, экология – это и есть политика, или все-таки это вещи абсолютно параллельные? Экология – это начало политики. Вы совершенно правы. человек хочет решать о том, что происходит у него дома. Но он не обязательно должен начинать со всей страны. Надо начинать с того, что будет у меня за углом. Если там будет котлован, или будет роща, или парк, или помойка, и там будут сжигать. Вот как раз тема очень важная. Это не случайно. Экология связана с небом над Алматы, которые загрязняют как раз две трубы, которые сжигают уголь. Это преступление по отношению не только к старым людям, но и к нерожденным детям, поскольку это очень влияет негативно на здоровье населения. Я врач по профессии. И вот экология – это то, с чего начинается политика. Это действительно люди, которые решают, как им жить. На своей улице, в своем районе, в своем городе. И это очень искренняя и настоящая. Это не идеология. Идеология становится попозже. Это вот моя земля, мой дом, и я хочу жить свободно, хочу жить качественно, хочу есть хорошие продукты, экологические, чистые. Хочу, чтобы мои дети вырастали в здоровой среде, и чтобы они жили долго и не болели. Это так элементарно, что никто не скажет, нет, я этого не хочу, я хочу жить, чтобы был грязный воздух, и чтобы продолжительность жизни была меньше. Так что вы совершенно правы. И я могу сказать, в Чехии начиналось движение в 89-м году, это вельветовая революция, бархатная революция, она начиналась с экологических протестов. И эти экологические протесты были где-то недели две перед большими протестами. И я была вот в Теплицах, когда были эти протесты, мы говорили, дайте нам чистый воздух, дайте нам чистый воздух. И с Вацлавом Гавилом я познакомилась не на политических протестах, а именно в Северной Чехии, где мы боролись за то, чтобы остановили сжигание угля. И потом наше сотрудничество продолжалось так, что в один прекрасный момент, когда я попросила, чтобы он мне дал гражданство, он мне его дал, и мой аргумент был, «Господин президент, вы же знаете, я охраняю окружающую среду, но если меня нет в местном городском совете, то меня просто выведут, если я приду». И он принял это решение, и вот так началась моя политическая карьера с легкой руки Вацлава Гавила. Вот о Гавиле, раз вы о нем заговорили, то есть он же был очень многогранный человек, то есть он был писатель. Кто-то говорит, что вот это не главное в том, что он сделал, но тем не менее пьесы у него были очень интересные, да? А он был политик, и вот вообще говоря, его отношение, в его отношении к жизни, да, что было главное, то есть во что он действительно по-настоящему верил больше всего? У него был очень простой такой банмод из речения. Он говорил, «Правда и любовь одержат победу над ложью и ненавистью». И в настоящее время, когда происходит релитализация ценностей, очень много популистов смеются и называют нас «правдолюбовники», «правдоласкажи», то есть люди, которые поддерживают традицию Вацлава Гавила, что и наша партия, которой я являюсь председателем, они говорят, это так смешно, нужна политика, это деньги, это прагматизм, это власть. Нет, политика – это действительно люди, которые хотят жить в правде и не убивать друг друга. И это, я считаю, совершенно современно. И чем больше времени проходит от смерти Вацлава Гавила, тем больше я убеждена, что он действительно смотрел вперед, в будущее. И обратите внимание, как он поддерживал борцов за права человека. Естественно, традиционно Чехословакия поддерживала Кубу, борьбу против оккупации Тибета, естественно, Белоруссию, естественно, Украину, естественно, крымских татар. Все крымские татары, когда я говорю, Вацлав Гавил, ну, старшего поколения, которые сидели, они начинают плакать. Они говорят, вот он мне письмо написал, вот он там, мы приехали к нему на Град, и он нас так там встречал. И я считаю, вот эта вот агенда Вацлава Гавила, почему он так известен, почему он постоянен в своей актуальности, она сейчас становится главной в мировой политике, потому что либо зло победит, и вот у кого больше пушка, тот и будет управлять миром, потому что просто у него есть ядерное оружие, и все будут его слушаться, и танцевать под его дудку. Либо победит добро, и это такой универсальный, универсальная такая история человеческая, которая решается в сердце каждого из нас, как говорил Достоевский. Это бой против добра и зла, но он происходит в сердце каждого человека. Сейчас, когда идет война в центре Европы, и когда агрессор уничтожает Украину, вот слова о правде и любви, о том, что может противостоять, они не кажутся действительно наивными. То есть, можно ли правдой и любовью остановить вооруженные силы, в данном случае, российского государства? Естественно. Ничего другого не работает. Я хочу сказать снова, Вацлав Гавилл, он был очень сильным политиком, и помните, он поддержал гуманистическое бомбардирование Югославии, чтобы остановил геноцид. И я помню, мы с ним говорили, я еще, Кацап, это наш политик, который выводил войска советские из Чехословакии. Он говорил, Вацлав, не поддерживай, не поддерживай поведение НАТО, тебе не дадут нобелевского лауреата, я знаю, ты в списке. А Вацлав нам сказал, совершенно не имеет значения, главное, чтобы остановить это убийство. И, естественно, поддержал. И в этом отношении я хочу сказать, что существуют моменты, когда каждый политик, чтобы быть снова избранным в демократических и даже полудемократических государствах, должен идти за велением сердца. Иначе люди от него отвернутся. И придет момент, когда отвернутся, например, от Шольца, если будет продолжать вот в этой политике уступок агрессору и повторяет, собственно говоря, то, что было перед Второй мировой войной, когда Гитлеру уступали так долго, что он занял целую Чехословакию без боя. Так что в этом отношении я думаю, что это универсальное какое-то правило, которое, оно не политически звучит, но, я думаю, практически каждый человек, у которого есть сердце, которое не превратилось вот в этот пакет пустой, куда можно положить все, что угодно, а потом выбросить, он согласится, что убивать людей, убивать детей в Украине нельзя. Это преступление, и нужно остановить агрессора. И он сделает все, чтобы это остановить. И все эти идеологии, теории, кто первый начал и так далее, и так далее, они идут стороной, когда вы посмотрите на эти снимки и звучи. Вы политик навсегда? Потому что я почему спрашиваю? Я же читаю ваш фейсбук, и я помню период, когда Джамиля там у себя говорила, вот я наконец теперь спокойно занимаюсь своей психиатрической практикой, я вообще очень довольна, и я не буду заниматься больше и это так здорово, что я теперь только врач и так далее. И я вот сейчас смотрю и вижу, что, ну и не только сейчас, а последнее, что Джамиля сейчас опять абсолютно политик. Вот это каким образом происходит? Это такое кокетство, женское кокетство. Потому что женщина не может сказать, вы знаете, они мне не хотят там, кто-то там. Она не может сказать, мужчина не хочет. Она говорит, нет, я спокойно поживу, без политики, вот я, у меня такая работа, такие у меня прекрасные пациенты, а на самом деле никто не может перестать быть политиком. Так что, в этом отношении, конечно, вы правы. Вы меня поймали с поличным, да, это были такие разговоры, вот надо, большое, самое большое искусство в политике, это вовремя уйти, да, и вот, ну кому это интересно? Интересно, что вы делаете, и я могу сказать, что мое, как бы, возвращение в политику, очень мне в этом помог Зиман, который вот начал сотрудничать уже лет 10 с Россией. Ну, с Путиным проще. С Путиным, да, потому что Путин гораздо легче коррумпировать европейских политиков, чем строить новые самолеты. Достаточно там, не знаю, 100 тысяч долларов, и он весь твой, и вообще посылающий ему ноты, и он это говорит в прямом эфире, в Европе, и все, можно и самому перепечатывать, и перепечатывают остальные эти европейские агентуры. И поэтому, когда это возникло, совершенно откровенная, вот эта русская пропаганда, переписанная на чешском языке, было очень трудно этому противостоять, потому что у Чехов возникает к своему президенту, такое вот отношение, как к полубогу, потому что он на граде, сидит наверху, там вот, там этот вот дом, собор святого Вита, и нельзя ничего говорить плохого. А я как степняк, кочевник, я спокойно говорила, что он алкоголик, что у него делирии, и вообще чего бояться, и вообще он, собственно говоря, не управляет государством, а государством управляют его люди, которым поведение диктует прямо Путин, прямо из Кремля, а он вот пьяненький валяется там где-то. Это было совершенным святотатством, но я это сказала, и, естественно, движение, которое возникло после этого, это было перед выборами, мы выиграли выборы, то есть Зиман обиделся, и он теперь считает, что это была моя такая политическая провокация. Сразу после выборов его отвезли в больницу, и все эти диагнозы подтвердились. И вот эта вот втянутость уже в эту политику, она возникла благодаря тому, что каждый политик, у него определенный профиль, и он должен исполнять свою роль. И вот моя роль сейчас агрессивного степняка, провокатора, которому ничего как бы не свято, что касается пражского града. Почему? Когда меня спрашивают, ну как это ведь он пожилой человек, а вы такие вещи говорите, это же неудобно, это же неприлично. Я говорю, приличие давно наш президент, он их упразднил. И я живу в пространстве, которое создал наш дорогой президент, и я играю по его правилам. Это ошибка. Когда против вас идет агрессор, не противляться злу насилием. Это значит, просто позволит ему тигру, чтобы он вас съел. Но если человек буддист, пожалуйста. А если он политик, то, естественно, он принимает эти правила игры и пытается завести свои права. правила игры. Ну, права со временем, когда выиграет выборы. А вот вы врач, доктор, профессиональный психиатр. Это для политика, вообще говоря, плюс или минус? Политика – это в психиатре. Это все ваши пациенты? Это желтый дом, большинство. Большинство. Потому что в политику идут совершенно ненормальные люди. системой ценности которых является прежде всего власть. А если его системой ценности являются деньги, они рано или поздно проигрывают. Вы думаете, для Зимана главной целью деньги? Нет. Деньги берут его окружение. Для него является власть. И Путин была возможность действительно иметь такую власть и унижать собственный народ, если можно, как можно больше вреда ему принести. Каждый вот такой деструктивный, некрофильный политик, как, например, Зиман или Путин, они уничтожают систему, которая их создала. Путин в настоящее время уничтожает Россию онлайн. И в этом отношении, когда вы наблюдаете этих людей, вот этот опыт вам позволяет предсказывать его следующие шаги. И я предсказываю шаги моих коллег, увы, с такой точностью, что иногда мне даже как-то стыдно, если я немножко не нарушаю правила игры. Но, с другой стороны, для блага страны, чтобы эта система совсем не, не эта самая демократическая, не разбилась, должен быть и тот, который умеет это описывать. Так, как описывать это можно психиатрическим языком, потому что они все больны гордыней. Но гордыня, которая через два года превращается в паранойю, начинается с гордыни, которая их привела в политику, даже благие умыслы там есть, помогать, а потом вот эта вот злокачественная гордыня становится паранойей, а потом человек живет действительно в пространстве психоза. И чтобы понять этого политика, надо понимать, почему он делает проекцию. То есть все свои мысли негативные, агрессивные, некрофильные он проецирует во внешний мир. И поэтому ему кажется, что все хотят его сожрать, напасть, уничтожить. Естественно, начинает сопротивляться. Это совершенно болезненное состояние и убеждает свое окружение, вас же хотят напасть. И весь народ потом начинает защищаться против несуществующего врага. Так долго сопротивляется, что этот несуществующий враг становится существующим, и соседи начинают сопротивляться. Потому что, когда к вам придут и вас ограбят, и убьют там, я не знаю, домашних животных и еще членов СМИ, то каждый человек начинает сопротивляться, берет оружие. и, естественно, кто с мечом пришел, тот от меча и погибнет. С Путиным сейчас ситуация какая? Это ситуация острого психоза или это ситуация уже за гранью предельного, скажем так, напряжения, и он уже просто по инерции все делает? Там нужно отделить зло и психиатрию. То, что если кто-то злым человеком является, и потом у него возникнет диагноз, это не значит, что он не злой, это не оправдание. Острый психоз, это можно описать его состояние, он не шизофреник, это развелось благодаря этой абсолютной царской власти, которая у него была чересчур долго, от года 2000. И сейчас он уже действительно не способен управлять не только собой, поскольку вот это вот параноидное ощущение, что он в кольце врагов, которые его уничтожат, оно не совсем параноидное. Может быть, там кто-то и хочет его уничтожить, мы не знаем, мы никогда этого не узнаем, пока это не произойдет. А если этого не произойдет, ну, то тоже не узнаем. Как мы это узнаем? И его движение по направлению к такой вот, я бы сказала, желанию уничтожать, оно уже ведет к тому, что вся система, которой он руководит, тоже начала стремление. Всегда в каждом приобретенном сумасшествии есть черта, которую, когда человек перейдет, он не может вернуться обратно. И у Путина, увы, произошло к тому, что его стремление вот к этому уничтожению окружения и к самоуничтожению, такое самоубийство, но расширенное, эта черта уже давно была перейдена. То есть приобретенное сумасшествие, вот это я вот сейчас услышал, то есть это вот то, что с ним произошло, приобретенное сумасшествие. Это вот это его внутреннее развитие, вот из того зла, которое в нем, как в личности, как в человеке, которое получило такую возможность, такое пространство для развития в этой огромной архаической державе без цивилизации, без цивилизации, без институтов, без механизмов, которые сдерживают вот эту вот действительно оргию этой власти, которая, когда ее не ограничивать, начинает просто убивать. И одновременно, параллельно, этот процесс происходил в Путине, когда понял, что его тенденция не только иметь власть, но и уничтожать все, что его окружает, потому что его главное мироощущение – это ненависть. Он воспринимает то, что все друг друга ненавидят, это его точка зрения. И, естественно, рано или поздно он понял, что его все ненавидят, что он в кольце врагов, что его хочет уничтожить НАТО, его хотят уничтожить какие-то там иностранные агенты, его хотят уничтожить собственные какие-то люди. И в желании сопротивляться и спастись, он начинает уничтожать все окружение, и для него это либо ты, либо я. То есть он идет вот в этом уничтожении до конца, его невозможно остановить, он сам уже невозможно, чтобы остановился, его возможно остановить только силой оружия. И он будет эту вот свою тенденцию продолжать так долго, пока не останется либо он, либо его противник. И вот эта тенденция европейцев, пытаться с ним договариваться, пытаться как-то его сдерживать, его еще больше убеждает в том, что эта тактика успешная. Вот смотри, давайте погрозим ядерным оружием, они сразу начнут, Макрон мне начнет звонить, Шольц будет говорить о том, что вот давайте с ним договариваться, давайте делать какие-то уступки. Это действительно позиция тоже самоубийственная, но со стороны Запада, потому что они не понимают, что если не остановится Путин в Украине, то он соберется силами, какое-то время подождет и начнет двигаться дальше. И этим направлением не обязательно будет направление западное, существует ведь и направление южное, поскольку вот эта пропаганда о том, что северный Казахстан является, это начал с этим Солженицын, как бы человек, который знает, что такое Казахстан, потом продолжал Жириновский, и Путин несколько раз сказал, что, собственно говоря, Назарбаев создал государство. И вот это вот тот момент, что Россия уже не может существовать иначе, чем вот в этой экспансии, кровавой экспансии, уничтожении всего вокруг себя, это уже как вот такая вот звезда, которая взорвалась, звезда смерти, и будет распространяться. Поэтому я считаю, что весь мир должен как бы соединить свои усилия, понять, что вот действительно ненависть не является политикой. Вот правда и любовь, правда об этой агрессии, любовь к человеку, уважение к человеку, к человеческой жизни, должны победить. Иначе, иначе действительно человечество будет на грани катастрофы. В Казахстане вот сейчас все, что касается власти, это какие-то старо-новые, новостарые дела, которые ротируются, ротируется колота бесконечно, одни люди перемещаются на другие посты, при этом усиленно идет сверху утверждение о том, что Казахстан меняется, но если что-то поменялось действительно, то люди внизу, и они меняются. Власть никоим образом не меняется хотя бы по тем персоналиям, которые мы видим, то есть никто не пришел из общества во власть, никто не пришел, уж не говоря об улице, да, то есть особенно не ощущается желание, то есть нету какого-то желания, чтобы кто-то из людей, да, то есть из сегодняшних там тех же общественников, да, то есть чтобы они могли пойти и сказать, да, я буду во власти, да, я буду что-то менять, а вот у них тоже есть какой-то свой предел, вот свой Рубикон, дальше которого они не готовы пока идти, поэтому то, с чего мы с вами начали, да, то есть необходимости политических партий в Казахстане это все-таки пока такое, такие благие такие благие намерения, да, то есть это не, ну я не чувствую, может быть я ошибаюсь, но я не чувствую, что это то, что может действительно реально произойти в течение короткого времени. Вот по-прежнему ситуация мы сами по себе, они сами по себе. 30 лет сидел один дедушка, да, и там как бы то ни было сейчас идет рассказ о том, что дедушка-то на самом деле был не такой уж и плохой, и дедушка много чего сделал, и вообще давайте не будем старое ворошить, и так далее, и так далее. А вот сейчас у нас по главе страны достаточно активный политик, который показывает, что он готов к реальным действиям, к противостоянию, к заявлениям, к реальной дипломатии. Но такое впечатление, что вот там, где-то есть человек, вот там, на верхушке, и вот здесь есть еще какой-то народ. А вот то, что посредине, это какая-то не вполне сформировавшаяся масса аморфная. Что с этим делать, как вы видите? Ну, вы сами сказали, что процесс снизу, процесс возникновения партий, борьба за власть в выборах, и такой парламент, который состоит из политических партий, это среднее, временное, это вот на какое-то время процесс. Можно начать процесс сверху, такая его нужна команда, потому что очень долгое время было двоевластие, это сравнивало, как август и киберий. Двоевластие не может работать, оно и не работало, оно и было одной из частей январских событий, когда стоит бедняга мент, и ему звонит, одному надо позвонить, другому, кого слушаться, потом еще прибежали какие-то местные главари, да, мы все знаем, кто это были, и вот это вот отсутствие реальной власти и привело к тому, что государство не существовало, было несколько дней в Алматы, когда не существовало государство вообще, то есть это явление, которое невозможно, чтобы снова повторилось, но Такаев произвел чудо и взял всю власть, я говорю о политической власти, я не говорю о коррупции, которая не может исчезнуть изо дня в день, потому что существуют локальные элиты, которые держат власть на местах, и еще они как-то связаны родовыми связями, и Такаеву осталось наследство, вот весь этот аппарат, который работал очень центральным образом, там была такая вертикаль, и он не может поменять аппарат, потому что чиновники, они должны как-то существовать в каком-то пространстве, когда государственная машина едет, нельзя всех поменять, но у него есть возможность создать действительно свою команду, создать каких-то уполномоченных, и запустить процесс, упустить молодых ребят с хорошим образованием, которые верны ему, потому что все его люди, они верны президенту предыдущему, который хотел взять власть обратно, ну как взять обратно, оно было двоевластие, так что естественно, что каждый политик, каждый государственный деятель хочет иметь власть только в своих руках, и я думаю, что если ему удастся этот маневр, если ему удастся удержать в руках вот эти рычаги, если ему удастся вернуть доверие, завоевать доверие народа, потому что доверие народа, вы говорите отчуждение от власти, да, оно отчуждение, но вы удивляетесь, сколько лет прошло, власти не верили, почему вдруг мы будем верить власти, я могу вам сказать, что Такаеву на Западе верят в 10 раз больше, чем в Казахстане, я когда была в Брюсселе в последний раз, ну говорили, ну ваш Такаев, ну борец, ну расскажи, какой он такой скромный, кто-то даже его помнил из каких-то вот этих европейских или скорее мировых структур, ну да, такой действительно дипломат, а когда я прилетела в Казахстан, люди говорили, пускай он докажет, что он действительно серьезно хочет делать реформу, потому что действительно шаги, например, выйти из валютного союза, да, это было очень красиво, чехи меня поздравляли с этим, но на самом деле этот же союз был взрушен, был уже упразднен в каком-то 2013 году, то есть это такие вот сигналы, такие вот какие-то символы, но если это снова имитация, то это окно возможности, когда можно действительно взять власть и повернуть рычаг, вектор истории, оно всегда открыто определенное время, и либо сейчас попытаться повернуть эту историю и повернуть вот этот руль от России многовекторно, либо снова придут к власти люди гораздо более крутые, чем сам Такаев. Мы же знаем, что в Казахстане есть много людей, которые бы, конечно, кто бы не хотел иметь власть, если у него есть ресурсы, но я уверена, что Такаев вот с этой задачей справится, потому что какое-то время по инерции он будет реформировать, будет обещать делать реформы, и я думаю, сделает несколько шагов, которые ему заручат абсолютную международную поддержку, и если у него будет международная поддержка, что у него сейчас есть, никто не посмеет превратить Казахстан какими-то там попытками что-то там нарушить, из правового государства, которое сейчас является каким-то таким очень значимым, поскольку это между Востоком и Западом, между Россией и вот действительно Китаем, Ираном, Турцией, такой вот какой-то решающий момент, и куда повернется Казахстан, туда вот перевесит как раз история, либо он повернется к России, тогда Россия станет гораздо более влиятельной, у него появится шанс с таким ресурсом, либо повернется к миру и скажет, мы не хотим войны, мы не будем поддерживать войну, мы не варвары, что уже Такаев сказал, и тогда, возможно, и исход мировой истории, вот этот момент, может повернуться, и действительно, конечно, у Такаева сейчас огромная ответственность, и я считаю, он себя ведет очень хорошо, потому что политики, они всегда ведут немножко себя, немножко и нашим, и вашим, они ведут всегда, не делают резких поворотов, потому что если делать очень резкие повороты, и с Путиным это было довольно-таки резко, но это было правильно, потому что Казахстан появился, собственно говоря, в истории, он благодаря тому выступлению Такаева стал восприниматься вот в геополитике, как действительно игрок на шаховой доске, но такой игрок вроде как бы ладьи или ферзя, не какой-то там, как пешка был, ну а благодаря январскому выступлению, мы здесь, у нас небо, Алматы, Казахстан, казахи родились субъектно, как нация, и вот одновременно произошли эти две события, хотя и, конечно, роль Такаева была очень сомнительна в январе, но благодаря его выступлению на Петербургском, Петроградском форуме, я думаю, он сделал работу над ошибками и переписал вот как бы историю Казахстана снова, мы превратились из варваров, которые стреляют в своих людей, в государства, которые действительно кровавым, ценой кровавых жертв патриотов повернули в свой корабль по направлению к цивилизации, я бы прямо сказала по направлению к Европе, поскольку мало кто знает, что в программных документах Казахстана уже давно прописано, что смертное развитие Казахстана это Европа, не прямо Европейский союз, хотя Казахстан и частично лежит в Европе, но европейские ценности, потому что каждое государство должно иметь ценности, а какие другие ценности может считать Казахстан своими, если он лежит частично в Европе, я считаю, Казахстан действительно по ценностям может стать европейской державой, еще по содержанию политики, чтобы эта политика заработала, чтобы заработали институции, выборы, я думаю, мы готовы, я думаю, достаточно есть казах, которые способны ходить к выборам, способны контролировать, чтобы выборы были честные, способны вступать в партии, способны действительно бороться за интересы разных групп населения, я думаю, процесс пошел. Вот в том числе европейские ценности это культура, да, то есть как некая основа, потому что культура властью, вот прежней властью, она во многом воспринималась как украшение или как декорация или как такие бантики, да, нам бантики еще вот привяжем и нормально все будет, а вот, но на самом деле культура у нее же совершенно другая функция, да, то есть вот вы сюда приехали, вот как я понимаю, для того, чтобы встретиться с Бахытом Кинжиевым, который сюда приехал по приглашению там наших людей, меценатов, и вот последнее, вот на его встрече, вернее, самое важное для меня было, когда он сказал, что, ребятки, вообще, самое важное это заниматься словом, что вообще говоря, кажется, что это что-то такое абсолютно неважное, но вот люди, которые занимаются словом, они-то на самом деле являются главными, а у вас есть еще вот Кинжиев, у вас есть еще Херсонский, замечательный поэт, Исаулия Сулейменова, визуальное слово, да, Исаулия Сулейменова, да, то есть ваша подруга, а вот именно если уж говорить о Украине и вот о том, какое культурное сопротивление сейчас возможно там, да, вот я хотел немножко еще попросить сказать, рассказать о Борисе Херсонском и о том, вот как вот сейчас он и что вы знаете про него, что он может делать, что он делает сейчас. Борис Херсонский совершенно фантастический украинский поэт, который замечательен тем, что где-то лет пять он стал меньше писать по-русски и больше писать по-украински. И когда я написала Боря, ты же прекрасный русскоязычный поэт, кстати, как Кинжиев, они очень большие друзья, а Боря написал, но Путин заставил. Действительно, чувствительность поэтов к попиранию человеческого достоинства, к убийству, к насилию так огромна, что они чувствуют это, топот сапогов, солдатов, убийц, фашистов, гораздо раньше, чем приходят. Они это слышат в пропаганде, они это чувствуют в телодвижениях политиков, которые себя ведут таким вот хамским, агрессивным образом. И благодаря этому я поняла, что судьбы Европы действительно зависит от того, какой чувствительный у нас будет слух на вот это духовное развитие, потому что все, что происходит, это результат на самом деле духовного развития человечества. То есть вначале рождается какая идея, например, просвещение или возрождение, а потом уже происходят какие-то исторические события. И то, что нас связывает, мы с Борисом были в Украине в 2014 году, там произошло то, что целый мир не увидел. Это была оккупация Крыма и потом Донбасс, где совершенно зверским образом была оккупирована огромная территория. И в этот момент чешская делегация приехала в Украину и нас просили дать оружие. И мы сказали, конечно, вернулись в Чехию, и нам сказали, а зачем оружие? Это же как-то вот они сами договорятся. И вот это сами договорятся продолжалось так долго, пока не возникла эта война, которая уже угрожает всей Европе. То есть это было поздно. А Борис уже тогда, в 2014 году, когда происходило такой ненасильственный захват власти в Донбассе, он сказал, будет война. Будет война, которая пришла, но она была такая маленькая, наш президент предатель Родины Зиман, я ему так говорю, он это знает, говорил, ничего-ничего, это у них гражданская война, говорил президент Зиман, которому заплатил Путин за то, чтобы он это говорил. И вот именно поэты начали говорить очень остро, очень громко, что это действительно война, что это война, которая стоит на человека ненавистческих мотивах, это война, которая не кончится. такое выражение еще использовал, это такой рак, который распространяется, поэт может говорить метафорами, не может это говорить врач или политика, поэт, и который, если его не остановить, если его не сделать какого-то такого хирургического разреза, и чтобы не потекла кровь, это не остановится. И он оказался прав. То есть в этом отношении я хочу сказать, что у поэта самый чузкий слух, и я думаю, очень символично, что и Казахстан вот эту рефлексию январских событиях совершил вот этим способом художественным, если мы посмотрим вокруг, мы увидим все это красное, здесь сидеть очень неприятно долгое время, действительно, либо диктаторы нас утопят в крови, либо мы выберем кого-то другого вместо диктаторов, в свободной политической борьбе, в свободных выборах. шут шут Субтитры создавал DimaTorzok